Наш семинар, он у меня называется бюджетный учет учреждению программы 1С государственного учреждения, особенно для тех, наверное, пользователей, которые работают у меня в бюджетной сфере, то есть и переходят на программу 1С, чтобы вам показать, то есть именно фрагменты, они большие, что, соответственно, в чем она заключается. Ну, а зовут меня Жукова Татьяна Борисовна, может быть, кто-то из слушателей у меня уже учился, то есть, ну, я несколько слов просто скажу из организации. Кто у меня 1С, то есть у нас с вами присутствует, то есть центр специалист существует достаточно давно, более уже 26 лет, у нас работает больше 250 преподавателей, то есть поэтому, то есть мы работаем достаточно уже долго. Но у нас есть разные форматы обучения, чтобы вы знали, кто у меня впервые встречается с нашим центром. Вот мы с вами в основном в группе очного обучения, то есть онлайн, это то, что вы у меня по вебинару слушаете. Есть у нас форма очно-заочно, это в основном зеленого шрифта, то есть выделено, то есть у вас на сайте, а там 40% скидки. То есть, ну, наш курс с вами не попадает очно-заочно, поэтому в этом плане я не могу вас туда пригласить. А вот открытое обучение я могу вам использовать, чтобы вы знали, в чем заключается эта форма. Вы сидите за двумя компьютерами, одному компьютеру вы слушаете запись очной группы, а по второму компьютеру вы делаете все то же самое, что происходит по записи. Плюс этого открытого обучения вы не зависите от группы, приходите раньше, начинаете заниматься, можете остаться после занятий и также заниматься. Во-вторых, преподаватель всегда, то есть в аудиторию, то есть я всегда присутствую в аудитории, если у вас возникают вопросы, я подхожу, то есть мы решаем ваши проблемы. Ну, я так называю почти как индивидуальное занятие, поэтому вы обратите на него этот элемент. Ну, и немножко о себе. У меня высшее экономическое образование в области бухгалтерского учета проработало более 20 лет, должности главного бухгалтера 8 лет, и в том числе 3 года, то есть именно главным бухгалтером бюджетного учреждения. То есть какие курсы я веду, я не буду затрагивать все, то есть мой курс теоретически желательно перед 1С попасть на казенный бюджетно-автономные учреждения, обязательно я бы вам советовала, чтобы вы вручную просто посмотрели, как заносится на счетах бухгалтерского учета. А затем, то есть следом всегда, то есть у нас есть группа 1С государственного учреждения, то, что мы сегодня будем с вами знакомиться. Сам семинар, он, конечно, предназначен для знакомства с программой, чтобы я вас познакомила немножечко, то есть программа, чтобы вы ее увидели, как она может у вас выглядеть, если вы ее, то есть в будущем хотите купить. Ну а семинар у нас с вами час, то есть 45 минут. Описание курса ведения бухгалтерского учета является продолжением курса как раз теоретического казенно-бюджетного учреждения ведения бухгалтерского учета продолжительность самого курса 24 часа. Есть самостоятельная работа, можно оставаться после занятий, использовать этот вариант, поэтому нужно просто посмотреть, то есть именно как она работает. Сама программа курса у нас это из 8 модулей, вы характеризуетесь программой, затем вводите справочники, проходите санкционирование, учет основных средств, материальных запасов, потом проходите кассовые операции и учет денежных средств, то есть именно работа с казначейством. Затем, то есть курс содержит учет расчетов поставщиками, заказчиками, покупателями, учет НДС, потому что вы проходите приносящий доход деятельность и регламентированная, то есть регистры бухгалтерского учета. Вот в основном наша программа курса, в которую я в будущем вас буду приглашать. Сама цель курса, чтобы познакомить вас с программой 1С, она создана для начинающего, потому что вы начинаете с пустой базы. Целевая аудитория, то есть сразу говорю, она предназначена для бюджетной сферы, именно для этого курса, потому что многие казенно-бюджетно-автономные, они, конечно, работают в других программах, это парус. Но 1С мы с вами когда-то все равно будем планировать переходить, и вы можете ее посмотреть. Но подготовку всегда помните, мне нужна бухгалтерский учет, казенный бюджет на учреждение обязательно, ну и, конечно, базовая компьютерная программа. Куда нам пойти с вами дальше после этого курса, если вам будет недостаточно? Вот расчеты с персоналом по оплате труда, ну, я уже записала 18-19 год, потому что мы на пороге стоим. И вот часто у меня в моих группах появляются слушатели, ну, в рыночной экономике программы 1С зарплата. Но вы всегда должны помнить, что вы у меня работаете в бюджетных учреждениях, и вам нужна программа 1С зарплаты и кадры бюджетного учреждения, вот то, что я хотела вам просто посоветовать. Если интересует, можно посещать просто семинары, закупок товаров, потому что бюджетная сфера, то есть именно у нас курсы не распространены. И вот еще один курс есть, тоже пригодится в бюджетной сфере, это вот главный бухгалтер управления, бухгалтерии. Где находится цепочка, то есть в наших курсах, я вам показала, вот как раз вот на экране сейчас обведу все наши с вами курсы, которые здесь присутствуют, именно в бюджетной сфере. Вы можете это использовать. Но я сразу не буду в конце семинара, а в начале скажу. Я вам приглашаю вас сразу на курсы, но всегда помните, группа, они стали менее набираемой, поэтому сама как группа, она будет один раз в год. Это вот 13 февраля, то, что у меня ниже написано, вечер с 18.30. Все остальное пойдет в открытое обучение. Вот первый вариант, то есть вот можете под запись себе написать, потому что можно попасть еще в дополнительную группу, поставили мне 3 декабря, утро день, с 10 до 17.10. Следующее открытое обучение будет 15 января, то, что у вас сейчас на экране изображено, тоже с 10 до 17.10. Это интенсив, это рабочие дни, плюс хороший, потому что в этих группах у меня есть курс, который имеет количество часов 32 часа. И вы все остальное можете работать просто бесплатно, поэтому я вас приглашаю в открытое, ничего страшного в этом нет. По окончанию курса вы у меня получаете удостоверение о повышении квалификации. Удостоверение на иностранном языке после окончания курса попадает одновременно в личный кабинет, то есть именно ваш на сайте. Автоматически сертифицировано, так как когда-то мне пришлось сдать ЦСО по этому курсу. Ну, благодаря вот этого моего экзамена, то есть очень трудоемкого, потому что мне пришлось теоретический курс все передать в компанию 1С свой. То есть вам надо будет выдавать дополнение свидетельства, введение бухгалтерского учета, то есть вы получите у меня еще свидетельство 1С. Ну, такие у нас с вами элементы. Именно касаемо сайта. Ну, я начну просто с программы, потому что у нас с вами не сильно много времени для этого, чтобы вы могли увидеть. Я буду вам показывать в заполненном виде, так как, чтобы нам время сократить, если кому-то нужна информация, значит, то есть пишите себе, то есть под диктовку. Первое, что вы должны сделать, я буду поэлементно просто идти, вы должны пойти, то есть в программу, то есть раздел администрирования. Если у вас есть ограниченные права, вот я сейчас как раз нахожусь в нем, начинайте просто вот рядом панели навигации, у вас есть настройка пользователей прав, потому что права у вас ограничены, и вы можете этот вариант просто использовать для себя. Ну, сейчас вот мы зайдем, то есть она подумает у нас с вами в программу. Ну, будем надеяться, что она быстро будет думать. То есть откроется вот такое окно у вас, вы просто заходите, то есть пользователи открываете, я их не буду заносить, то есть я просто покажу, где ограничиваются права, и через кнопочку создать. И она откроет вам окно. Заносится просто полное имя, физическое лицо и имя пользователя, и вы можете просто для себя использовать вот этот вариант, который, то есть применяется здесь. Я не буду заносить, потому что, как бы, чтобы она долго нам здесь не думала. Если есть внешний пользователь, тогда вот ниже просто вариант такой вот можно использовать. Это первый, как бы, ваш этап. Потом, то есть после того, как вы сделали ограничение прав, вот теперь то, что касается, наверное, самих бухгалтеров, здесь же в разделе администрирования, вот где удаляются ваши все документы, это поддержка и обслуживание называется. И вот здесь, видите, ссылочка синенькая, удаление помеченных объектов, то есть вы первоначально пометили на удаление, допустим, какой-нибудь элемент, ну давайте вот я вам для образца покажу, вот или значочек вверху, пометили на удаление, то есть здесь она удалит. Ну, я полностью удалять не буду, но чтобы, то есть вы видели, то есть информацию, она, видите, с крестиком вам так вот поставит. А потом уже идете администрирование, поддержка, обслуживание, удаление помеченных объектов. И говорите автоматическое удаление удалить, и она будет удалять. Ну, я время на это не буду тратить для того, чтобы нам с вами сохранить, то есть время. Затем здесь же, вот если вам нужно создать просто, то есть предыдущие периоды нужно поставить запрет, это тоже, вот смотрите, администрирование, поддержка, обслуживание, регламентные операции. И вот здесь, видите, есть дата запрета изменения. Вы галочку как бы ставите, идете в настройку, устанавливаете, допустим, для всех пользователей вашу дату, которая вам необходима, и в ту предыдущую отчетность у вас не будет просто заходить. То есть другие пользователи не смогут ничего просто исправить. Вот это с этим связано, просто дата запрета изменения. Сейчас сниму, чтобы вам было видно. То есть это находится в регламентных операциях, чтобы вы не забывали. Ниже здесь же, здесь же у вас есть адресный классификатор. То есть поэтому вы можете загрузить с сайта 1С справочник СИАС, то есть именно федеральный информационный адресный справочник. А потом просто заходите вот здесь вот ссылочку «Загрузить классификатор». Открывается ваше окно, вы ставите, то есть регионы, которые вам нужны. Если вы ее скачали уже в компьютер, тогда берете из папки на диске, открываете тот компьютер, который вам нужно, ее сюда загружаете. И говорите «Загрузить адресные сведения». С этого момента программа будет знать все ваши адреса. То есть поэтому здесь используйте этот вариант. Другой вариант, вот ниже еще есть, другие классификаторы, может быть, пригодится. Здесь у вас вот «Загрузка АКОВ». Опять же нужно скачать просто с интернета файлик, то есть XML АКОВ, и потом просто выбрать файл его и загрузить просто в базу. Вот видите, мой компьютер открылся, и вы можете сказать «Загрузить», и он у вас загрузится. Вот еще один элемент, который вам нужно в начале, именно вашего варианта, то есть когда вы его загружаете. Здесь же есть, вот можно поставить галочку «Автоматическая проверка контрагентов». Потому что она должна проверять, если особенно кто имеет приносящий доход в деятельность, вы должны проделывать просто проверки контрагентов, чтобы она легко выгружала, то есть декларацию по НДС. Ну вот это первый этап, то, что вы должны сделать администрирование. Но в администрировании он может быть у вас в запрете, то есть вам нужен все равно какой-то доступ под администратором, что вы могли сюда заходить. Потому что здесь начинается ваша настройка. Второй элемент, который тоже в администрировании, видите, находится. Здесь у вас есть, вот видите, ниже план счетов с левой стороны и план счетов, единого плана счетов бухгалтерского учета. Вот он наш с вами план счетов. Как с ним, допустим, работать? Допустим, вам нужен посмотреть счет, то есть есть ли он у нас наличие или нет. Вы прямо на клавиатуре набираете 302, то есть кредиторскую задолженность, говорите «Найти», и она вам находит тот счет, который вам нужен. Видите, здесь субконта аналитика уже подключена, то есть в вашем плане счетов. Если нужно вернуться обратно в план счетов, видите, здесь изображение лупы с крестиком, вы ее отменяете, и она попадает в ту строчку, где вам необходимо. Так любой счет вы можете просто здесь посмотреть. Ну, а я покажу то, что обычно при покупке программы, то есть у вас уже заведено. Вот здесь, смотрите, есть журналы, они уже будут готовы, они с базы поставляются. Виды субконта, они тоже поставляются с базы, когда вы ее покупаете. И потом следующий элемент, который сейчас я немножко увеличу, чтобы было видно, классификационные признаки счетов, КПС, другими словами. Вот когда вы вручную, допустим, ввели, я просто обрисую, это ваши первые 17 знаков, которые у вас в теории или вручную были нулевые, а в программе вы их просто заносите. Это называется классификационный признак счетов. И вы открываете, у меня сейчас будет заполнена эта группа, заполняла на занятиях. Ну, допустим, первое вы должны занести КРБ. Я сейчас открою, чтобы вам было видно. Вы указываете показатель, с какого момента вы его действуете, с какого момента вы его ведете в базе. Разделы не заносятся. И вот, то есть называется ваша деятельность по уставным документам, присваивается как произвольный, нулевой. И с этого момента, то есть программа уже будет его заносить. Сюда же заносится для финансовых результатов, видите, там код бюджетной классификации. Вы также его заносите, также используете, видите, нулевой. Ну, давайте вот я один вам еще открою, КРБ, код расхода бюджета, фонд оплаты труда, что вы посмотрели. Потому что здесь по-другому это заносится. Выбирается обязательно код показателя, потому что они у меня уже занесены. Затем код раздела, вы это согласно вашего, то есть нашего приказа 65Н определяете, какую классификацию он у вас, то есть будет создан. Надо создать через правой кнопкой мышки создать. Она откроет окно, вот такое у вас, и вы заносите код из приказа 65Н и наименование вашей просто деятельности. Он попадет у вас сюда. И вы его просто выбираете. Затем, то есть код вида расходов, если мы зайдем, они уже опять же у нас занесены с группами. Поэтому я открою просто вам как для информации. Вы присваиваете код, то есть согласно сопоставительных таблиц, пишите наименование. Бюджет это просто федеральный независимый субсидий, приносящийся равно это федеральный бюджет будет рассматриваться. И дату начала. Ну, сам приказ вот 65Н, то есть для информации можно написать, это с 1 апреля 2016 года, потому что здесь эту информацию сейчас я уже не исправила. То есть, ну, можно даже указывать, видите, самое главное, 16-го года он вступил в силу, чтобы программа очень так спокойно могла, то есть вам его заполнить и согласиться с вами. Потому что это от этого просто зависит. То же самое, вот видите, страховые взносы. Также все нужно занести. Все из сопоставительных таблиц, которые прилагаются к приказу 65Н. И программа вам, когда вы все коды выберете, занесет внизу код, которого будете просто в дальнейшем использовать. Так нужно будет обязательно все размести. В 2019 году вам придется еще завести детализацию к счету 130, потому что он будет детализирован на 131 и 132, поэтому не забывайте, придется что-то, наверное, корректировать в базе, если вы давно работаете. А называется это все классификационные признаки или КПС. Это первые 17 разрядов. Здесь же с программой закладочки старайтесь закрывать, потому что программа, она не любит просто наши с вами элементы, когда мы много открываем. Здесь есть аналитические коды, если будете заносить. Структура рабочего плана счетов, она поставляется с программой. Видите, для каждого организации своя. Вот я сейчас, видите, вам выделяю. Поэтому можете всегда увидеть. Затем здесь же есть соответствие, то есть счетов, то есть справочник вам будет наглядно просто видно. Ну вот есть рабочие счета, но они заводятся при заполнении просто уже документов. Ну на каком-то фрагменте я вам немножечко покажу сегодня. Внизу есть маленькие фрагменты вот типовых операций, которые присутствуют. То есть у нас с вами, то есть поэтому они уже поставляются просто с программой. И здесь же вот я потом перейду сюда же, можете написать. Если вам вот вы ввели только ручной, то есть бумажный вариант, а вам нужно уже занести в базу, существует свой помощник ввода начальных остатков. Поэтому раздел администрирования, начальные остатки, помощник ввода. Нужно загрузить и предыдущих, то есть файлов, значит придется идти просто по этому пути. И вот первый этап после этого, как только вы прошли справочники через раздел администрирования, вы начинаете, то есть у меня использовать параметры учета. Она здесь же находится. Вот администрирование, видите, настройка параметров учета. Вы ее открываете. И вы должны мне пройти все ваши реквизиты. Я вот вам советую обязательно, учет по ИФО обязательно, чтобы она вам ввела источники, то есть финансового обеспечения. Если у вас есть подразделения обособленные, тогда учет по подразделениям надо использовать. Ну и оформление провода, конечно, нужно, то есть этот вариант применять, поэтому в этом плане будете это использовать. А внизу применена вот структура уже РПС, рабочего плана счетов, которая поставляется самой программой. Вы должны вот эти закладки все пройти. Потом услуги и работы. Вон у меня заведено, видите, плановая цена ужина. Денежные средства обязательно. Галочку ввести, количество на учет денежных документов обязательно, если вы используете, а мы точно используем с вами. Если вот будет оплата платежными картами, а у нас, ну, присутствует в бюджете, я думаю, что пока мы такой вариант не используем, хотя может такой вариант появиться, и ваш покупатель, особенно приносящий доход в деятельности, будет рассчитываться платежными картами. Но тогда вам нужна онлайн-касса обязательно. Не забывайте про это. Платежные карты тоже относятся именно сюда. Затем вот учет и отчетность идет у нас с вами вариант. Здесь выводить раздельные итоги обязательно нужно прописать, потому что отсюда начинаются ваши отчеты. Обмен данными вот здесь есть, то есть нужно пройти, просмотреть. И специальные подсистемы. Вот это называется настройка, параметры учета. Это самое первое, когда вы начинаете работать с базой. А потом только вы идете в заполнение организации, где находятся наши организации заполнения. Раздел нормативно-справочная информация. И ваша строчка, то есть именно в панели навигации, организации. Ну, опять же, она у меня заведена, то есть я вам просто покажу основные элементы. Вы должны просто ее завести. Все ваши реквизиты по вашим данным. Видите, учетный номер, ИНН, КПП. Затем спускаетесь вниз, программа она изменилась, учредитель заносите. Все ваши реквизиты. Прямо галочку открываете. Налоговые органы, когда открываются, то есть идет вот через эту кнопку. Видите, все регистрации в налоговых органах. Говорите создать, откроется ваше окно. И вы занесете все данные, ваши налоговые, которые вы зарегистрированы. Потому что вам, то есть они обращают на нас внимание. Закрыли регистрацию. То есть это у нас с вами были налоговые органы. Потом вы идете ниже. Видите, здесь ответственные лица. Здесь окон достаточно много, поэтому здесь старайтесь использовать. Вот смотрите, если я скажу создать, именно через элемент. Она мне откроет другое окно, вот такое. Если мне нужен сотрудник, я его заношу. Подразделение заходим. Открывается другое окно, вы его создаете. Через создание. Может, окон очень много у нас. Видите, то есть сразу появилось. Заносится наименование. Если оно уже обособленное, значит, используйте этот вариант. Выбрали, то есть занесли. Должность также зашли в кнопочку выбора через создание, то есть занесли должность. Здесь ничего страшного, здесь одна строчка у вас есть. Потом, то есть если звание есть, значит, заносите. И вот документы, достоверяющие личность. Видите, то есть все паспорты и данные ваши кадровые сотрудники должны будут занести. Потом ниже элемент гражданства. Вот видите, тоже еще есть. Потом идет личные данные. Заполнение очень объемное и в курсе. То есть, конечно, они заполняют слушателей всегда. И вот адреса. С адресами могу посоветовать. Мените в голубенькую вот эту стрелочку и идите в кнопочку выбора. Откроется вот такое просто окно. Но наберите классификатор, он у вас уже загружен будет в базе. Вы уже его загрузили. Вы наберите просто МОЗ, она вам уже выберет. И вы выбрали. Не идите вы в кнопочку выбора, это намного длиннее. А просто здесь же просто набираете. Видите, у нас справочник загружен. И фиас у вас внизу уже есть. Нужно проверки. То есть, вот можно открыть проверку. Ну, она мне сейчас кажется устарела, нужно заново. Но, тем не менее, проверку уже в лицевой, то есть в базе, можно использовать для себя. Вот это адреса. То же самое и улицы. Набрали улицу, допустим, вот здесь Ленинский проспект, вот можно для примера набрать. То есть, вы находите, то есть, вашего именно вариант. Видите, как она заполняет. Проспект в конце. И то есть, сохраняете ваш документ через кнопочку ОК. И она ее просто занесет. То же самое, вот можно адрес проживания. Но если он тот же самый, откройте уже голубую стрелочку и выберите. То есть, уже будет уникальный вариант заполнения. Просто это у нас адреса. Конкретных сотрудников. Потом идет, если нужна дополнительная информация, то есть, вот особенно в документах. Допустим, выдать кому, можете просто использовать. Так заносятся документы. Видите, здесь можно еще фотографию использовать. Ну, я скажу нет, потому что они у нас заведены. А потом, то есть, заносите, когда он назначен, приступил просто к должности. Также, вот видите, главный бухгалтер, кассир. А вот здесь вот, обратите внимание, это все в ответственных лицах. Незаполнений не будет, не будет расшифровки. Идете все ответственные лица. И обязательно заполняете, чтобы все регистры у вас были подписаны. Или при закрытии периодов она вам будет, то есть, указывать просто ошибки. Поэтому вот эти элементы нужно просто использовать для себя. А тем ниже есть у вас пенсионный фонд. То есть, видите, он уже занесен. То есть, вы заносите в группе фонд социального страхования и коды статистики. То есть, которые вы имеете. Только помните, вот еще АКВЭД редакция 2 2017 года заносится. Поэтому вы должны себя проверить. Или иначе, то есть, в отчетность у вас не попадет. Сейчас заносится АКВЭД редакция 2. То есть, по нашему с вами закону. Как только вы занесли, вот здесь можно дискетку нажимать периодически, чтобы программа не закрывала. И карточка вашей организации уже будет готовой. Вот она, видите, построена такая. И все ответственные лица уже сюда попадут. И вы можете распечатать. В тройке, то есть, есть одно преимущество. Может, она считается у вас как обновленная редакция 2. Вы можете сохранить в компьютере, какой вам видно. То есть, именно сохранение печатной. Можете отправить, если кому-то нужно по электронной почте. Эти варианты, то есть, что и в рыночной, то у нас с вами это и есть, присутствует. И как только вы это все заполнили, идете сразу влево. Учетная политика – это обязательно ваш элемент, который вы должны использовать. Не забывайте, то есть, эти варианты. Вы должны, то есть, занести учетную политику. И вот здесь выбирается рабочий план счетов, в какой организации вы работаете. Ну, в большей степени в курсе, конечно, используются бюджетные учреждения. Почему? Потому что в группах обычно казенные учреждения присутствуют очень-очень мало. Автономных тоже. Поэтому в основном курс, он будет построен по бюджетным учреждениям. Но в группы я и разрешаю. То есть, всегда, какую вы работаете, ту вы можете использовать для себя. И вам нужно пройти все просто закладочки. Видите, здесь настройка РПС идет, субсидии. Бюджетные полномочия всегда. Бюджетных средств распорядителя и новополучателя вы ставите галочки. Производство, если используете, обязательно распределять. НДС, когда вы используете, и налог на прибыль. И как только вы занесли, то есть, вы уже ставите записать. Я вот вам для примера сейчас покажу, как учетная политика заносится. Вот, допустим, преддверие у нас 19-й год. Вы ставите 01-01 уже 19-го года. Проверили все закладочки, занесли их. И говорите записать. Она откроет вам вот такое окно и скажет окей. И с этого момента вот здесь появится новая строчка у вас. Видите, там 19-й код. И она уже будет его знать, что у вас занесена учетная политика. Изменилось что-то, поскорректировали. Вы должны обязательно занести. Не забывайте, дату ставите, записайте. И должно появиться у вас здесь вот в правой колонке. Здесь же вы должны занести лицевые счета. Ну, и опять же, открою вам элемент. Вот видите, номер счета, который вам присвоили. Первая подпись. Вторая вы его заносите. Но заносится еще разделы лицевых счетов. Поэтому не забывайте с левой стороны. Зашли. То есть посмотрели, для чего они у вас используются. В данном случае, видите, здесь средства юридических. Или, на 6-й код. Может быть, средства бюджета вы используете. Или, допустим, приносящий доход. Вы должны, то есть, разными строчками занести. Разными строчками. А потом внизу уже добавляете код финансового обеспечения. То есть, поэтому в этом плане вы этот список открываете. Там они все у вас есть. Они у вас уже будут. И после этого, то есть, как только скажете записать, она внизу представление вам запишет. И он уже будет записан. Вы будете выбирать. Также реквизиты лицевых счетов. Говорите создать. Я через изменения зайду. Здесь вот счет казначейства открывается. Вот такой счет. И вы его заносите. Ну, сейчас вот еще как раз сразу покажу вам, как заносятся банки. Посмотрите, где банк. Кнопочка выбора. Может, там есть особенность одна. Вы берете вот внизу вверху панель инструментов. Подобраете классификатор. Открываете тот город, который вам нужен. Я сейчас Москву возьму. Ну, допустим, вот давайте возьмем МБА Москва. Вы ее двойным щелчком щелкнули. Она никаких действий вам не покажет. И закройте классификатор. И с этого момента у вас должно быть в Москве появиться вот МБА Москва. Просто сам принцип, чтобы вы поняли. Подобрать из классификатора. Открыли город. Двойным щелчком щелкнули. Закрыли окно. Потому что часто здесь делают просто ошибки. Видите, у меня снова появился Кремлевский. И выбираете то отделение, которое вам нужно. Потому что особенности в программе все равно есть. Или мы будем с вами находиться. Неизвестно, сколько времени в этом окне. Достаточно, что здесь и так много информации. То есть нужно занести. Вот это называется у нас лицевые щита. Поэтому всегда помните, вы их должны занести все. То есть, которые вы используете. Это вот с точки зрения занесения нормативной. Затем, если вы заранее знаете, допустим, то есть ваших контрагентов, значит идете, вот опять же, видите, нормативно-справочная. Контрагенты. Зашли. Ну, у меня они будут занесены. Вот они, информация. Я просто открою, чтобы вы посмотрели. Заносятся просто все данные. Видите, поставщики. Все подробно. ИНН, КПП. То есть, ну, вот здесь она у меня уже сделала проверку. Видите, уже не действует КПП данной организации. Адреса обязательно. То есть вам нужно занести. А потом идете, говорите, сохранить. Вот здесь дискетка. И идете в банковские счета. Идея повторяется, как вы по своей организации занесли. Он должен быть банковский. Захудите в банки, выбираете, какой, то есть вы применяете. У этого поставщика в реквизиты будут данные. Занесли банковские. Здесь же договоры есть у вас. Ну, давайте вот здесь я вам занесу. Создать. Открывается новое окно. Можно отсюда его заносить. Видите, с поставщиком. Наша организация. Это контрагент. Вот здесь счет контрагента. Выбрали. Если долгосрочный, поставите галочку. Потом вид обязательства. Это заносится, то есть именно, то есть самостоятельно. То есть это не с базы не поставляется. Видите, то есть занесен договор. Ну, если открыть вот через изменение. Ничего сложного здесь нет. Выбрали договор. Ставите дату. Ну, в данном случае я поставлю 1 января 2018 год. Год номер 1. А потом спускаетесь вниз, делают наименование и выбираете этот договор. Все, договор у вас будет уже записан. То есть он уже появится с этим контрагентом. То есть вот так можно взаимосвязывать просто контрагенты уже самими договорами. Перешли в первую строчку, сказали записать и закрыть. И он у вас появится. Поэтому всегда, то есть об этом помните, это в контрагентах. Здесь же заносятся виды затрат обязательно. Направление деятельности, если они у вас разные особенно. Затем ниже справочник сотрудники. Они будут заноситься, вот где я вам уже показывала, сотрудников. Должности занесены, подразделения. Места хранения тоже обязательно. И центры материальной ответственности. Если есть, допустим, варианты, то есть именно другие какие-то, прямо идете последовательно по справочникам, что вам нужно просто здесь занести. Старайтесь закладки их закрывать. Видите, они в маленькие закладочки у вас превращаются. И как бы вы их все равно не используете. Вариант. Вот такой вариант связан у нас с показателями. Теперь следующий, то есть ваш элемент, то есть который я бы хотела, чтобы вы сразу занесли. Это называется шаблоны формирования основных средств. Но в последних релизах, то есть 1С, они отнесли его в раздел основных средств. Если раньше было в учетной политике, то теперь, то есть у нас с вами основные средства. И прям спускаетесь вниз, вниз, где смотри так же. Там у вас есть шаблоны формирования инвентарных номеров. Ну, он у меня опять же занесен, я его открою. И вы его заносите. Вот видите, там, то есть через добавить основной, открываете кнопочку, здесь все есть. Ну, допустим, если надо код источника, единичку, видите, на мне сразу инвентарный номер не соблюдается. Нужно тогда исправить просто 13-й. 13-й, потому что в сумме она складывает. А то, когда открываете просто сам, то есть здесь по порядку есть синтетические, аналитические источники, амортизационная группа. Самое главное, чтобы совпала длина с вашим порядковым номером. И записать и закрыть. Ну, а я просто закрою просто окно. Называется основной. После того, как вы шаблоны сделали, вот еще вводе начальных остатков есть особенность, что вы знали, потому что долгое время мы не используем программы, а потом нам приходится начинать с ввода начальных остатков. Так, это вот раздел администрирования. Спускаетесь вниз на начальные остатки. Я уже вам говорила сегодня. Помощник ввода начальных остатков. И его открываете. Ну, у меня по программе, то есть он будет уже заведен. То есть я вам покажу сам принцип, как заводится. Вы находите тот счет, который вам нужен. И вот эта кнопочка «Вести остаток по счету». Просто нажимаете. То есть любой остаток сюда, она откроет вам новое окно. И вы начинаете заполнение. Вот основное средство, инвентарный номер, по порядку все заполняется. Ну, а я вам открою то, что у меня заполнено, чтобы мы с вами еще некоторые элементы посмотрели. Вот эта форма заполненная. Вы ставите, вот здесь идете основное средство, подаете справочник, создаете его. Все создали. Инвентарный номер, просто заходите сюда и присваиваете его. То есть именно по номенклатурному у вас будет в инвентарной карточке это все прописано. Вы можете всегда это увидеть. И потом не забудьте, вот здесь режим ввода «Изменить» нужно зайти. Поставить галочку «Ввод остатков по бухгалтерскому учету» и внизу сказать «Окей», чтобы она их знала. Затем не забывайте «ИФО». Это обязательно. То есть вы должны их занести. В основном используется. Если у вас субсидии, значит заносите субсидии. Есть приносящий доход. Вот обычно используется приносящий доход ПДД условно. А потом спускаетесь вниз. Но начинаете не с первой ячейки счета, а вот где у вас кнопочка выбора. Вы заходите, он будет пустой. Это заносит уже в группе или пользователи. И говорите «Создать». Она откроет вам вот такое окно. Вы должны показать, что у вас ИФО, субсидии, какой КФО, счет учета. И когда вы идете, а вы уже заранее занесли классификационный план счетов, вот вашу деятельность вы выбираете. Не забывайте, вы должны деятельность постоянно выбирать. Вы не можете объект сам занести. И начало действия, то есть не заносите ни вручную, а идете вот в эту кнопочку «Выбрать» это называется. И заходите, то есть выбираете ее. После этого говорите «Записать и закрыть». И выбрали эту строчку сюда. Она вам занесет впереди счет учета, то есть именно вид деятельности, субсидии и ваш счет. Поэтому в этом плане всегда помните, все реквизиты нужно заполнить. Поставить дату события, документ, акт. И вот еще особенность, не забывайте, должно быть первоначальное заполнено, итоговое и балансовое. Если на этот момент ваш объект уже амортизировался из инвентарной карточки, вот здесь заносится амортизация суммы. Все три строчки. Если вы до трех, вот еще видите, до трех, а в этом году у нас уже до 10 тысяч рублей, если у вас объект забалансовый счет, значит здесь появится сумма. А потом идете в амортизацию. Ну, у меня, видите, большая сумма, больше 100 тысяч, поэтому начисление амортизации. Способ линейный, здесь все есть. И указываете срок использования. Говорите обязательно начислять амортизацию. Если есть расчет амортизации, установить вручную, остаточную прописываете. И внизу указываете счет затрат. Здесь зависит от вашего варианта. Или вы используете у меня счет 109, или 401, 20, и его выбираете. Почему я говорю, что планшеток здесь все равно нужно. После того, как вы все две закладки заполнили при вводе начальных остатков, я вам советую сказать, нужно провести и пойти вот слева, бухгалтерская операция. Нужно в нее зайти. Типовую операцию выбираете. Вы должны ее выбрать, там будет строчка ваша появиться. То есть и сказать, сформировать проводки. А потом нужно, смотрите, вернуться в ввод начальных остатков. Сказать, провести и закрыть. И когда вы возвращаетесь просто в основные средства, вот в саму табличку, вот здесь видите, то есть панели инструмента, круговые стрелочки, обновить, чтобы она информацию вам обновила. Или вот здесь сумма может не появиться. Поэтому вот этот элемент, помните, там провести, здесь обновить. Потому что это новое то, что произошло в программе именно в этом году. Поэтому вы старайтесь это использовать, потому что 1С, они меняют, обновляют программу, они сейчас на нее просто обратили внимание. Надо за балансовые счета, заходите за балансовые, находите тот счет, который нужно, ввести остаток по счету. Вот так заносятся остатки по счету. После того, как вы их завели, то есть второй этап я хотела бы, чтобы вы зашли, планирование санкционирования. Но когда вы заносите план ФХД, план финансово-хозяйственных деятельностей, я вам советую, через помощник ввода плановых показателей. Ну, я вот назад вернусь, вот он, ваш помощник откроется. И вы должны заполнить все вот эти ссылочки синенькие. Вначале организация. Можно, допустим, не помощник, а вот здесь, видите, по статей на ней есть. Нужно заполнить планы поступления, статьи плана поступления обязательно, субсидии и плановые назначения потом у вас появятся. Ну, это уже когда вы пройдете весь помощник. Вот я сейчас вернусь. Как только вы это все занесете, то есть идете далее. У вас появится, то есть строчка, допустим, КДБ. Ну, давайте вот я открою, то есть если она не откроет мне здесь. И потом идете вниз, говорите показатель и скажете добавить. Ну, а я сейчас открою вам строчку для примера. Это вот она. Ну, давайте я показатель добавлю. То есть вот план, то есть КДБ я вот возьму, который заносила группа. И вот он вот так будет выглядеть у вас. Вы заносите наименование, КФО, то есть вид показателя, начало действия, то есть вашей программы. И вот не забудьте записать потом и статьи плана поступления. Потому что вы должны это все занести. И здесь заносится как раз наш код экономической классификации, КОСКУ, или сейчас он называется поступление выбытия. И он у вас здесь будет. Потом возвращаетесь обратно, записать и закрыть, говорите, выбираете, он у вас появляется. То есть вы заносите все остальные просто данные. Но после того, как вы это сделали, во-первых, я вам советую вот здесь группировку использовать. Галочки ставят план, КФО, вот субсидии. То есть вид показателя можно. И сказать нужно вот здесь обновить. И она их просто обновит вам. То есть поэтому вот эти элементы нужно будет сделать. То есть часть она вот когда открывается, то есть заносит пока в красном цвете. Те документы, которые вы заносите, они у вас во второй закладочке окажутся. И вы можете также в нее зайти, если необходимо. И она вам откроется, и здесь же будет ваша корреспонденция. Если корреспонденции не записываются, ну, значит, вот в бухгалтерских операциях или вручную используйте, вот здесь через ручной вариант, или делайте операцию вручную. Потому что, то есть в программе вот план ФХД, он, видите, то есть становится таким нерабочим вариантом. А потом идете вот, когда вы все занесете, вот здесь очень хорошо, есть отчеты попланированные. Очень удобный вариант, где можно себя все проверить. Заходим. С вами сейчас у нас зайдет отчет, и хотя бы я покажу то, что по заполненной уже базе, что вам было наглядно видно. Ну, желательно по компьютеру, чтобы у вас был сильный, с большой памяти, потому что программы, они достаточно долго грузятся в реакции 3.0. Здесь видите, сводные данные, когда вы будете уже заносить все данные, устанавливается вот период, я возьму 17, такая группа, в 17-м году у нас РАД, то есть училась здесь, я для примера взяла. И говорите, сформировать. Она построит вам отчет. И будет уже видно наглядно, вы видите, коды плана счетов, коды экономической классификации, вам будет видно, сколько у вас принятые обязательства. Ну, здесь уже кассовое поступление, проведенное выбытие, поэтому информация, она появилась, и то есть, если что не исполнено, она будет вам выделять, или красным, или показывать просто вам информацию. То есть, поэтому вот эти отчеты, вы их используете. Здесь же есть вводные данные, вот еще элемент об исполнении. То есть, установили период, здесь не так сложно это сделать, чтобы вы могли использовать. Здесь самое сложное, заполнение в программе, и она вот создает, видите, два объекта внизу. Вот именно запланировано, сколько информация вся будет дана на лицо, и денежные средства, которые у вас есть на счете, вашим лицом. Это вот отчеты, планирование. В денежных средствах, я сейчас вот пройду, здесь в основном все, то есть, платежные поручения, через расчет на платежные документы, заходите всегда, ну вот я открою один, чтобы вы посмотрели, то есть, всегда помните об этом, то есть, заносятся все данные, расшифровка подплатежа обязательно, а потом идете, то есть, бухгалтерские операции, выбираете типовую операцию, не забывайте про это, и сформировать проводки. Если она спросит информацию, тогда идете в первую закладку дополнительные реквизиты, и даете ей информацию, дополняете, снова говорите провести, и она все проводит, и проводки она уже вам заполнится, все абсолютно, которые связаны с этим счетом. Но потом нужно вернуться в первую, на первоначальный документ, и сказать, провести, и закрыть. Ну, такие элементы нужно обязательно просто, обязательно сделать. Вот здесь есть еще кассовое поступление, информация, тоже принцип такой же. Заполняете, идете в бухгалтерские операции, заполняете две закладки, говорите, сформировать проводки, она все вам сделана. Это то, что касается, то есть, расчетно-платежных документов. Если нужна касса, идем в кассу организации. И заполняете, вот видите, приходный, то есть, документ, создать, говорите ей. Заполняете, то есть, все подразделения, вот и фона, видите, требует у вас. Ставите. Обязательно, вот здесь, корсчет нужно указать ей. И в данном случае, если вы покупаете, как бы, объект, или даете в подотчет в дальнейшем, то есть, для сотрудника, ну, значит, вот 208-34 выбрали. Сумма 5000, допустим, которую вы даете. Вот здесь целевое назначение обязательно. Контрагент обязательно, вы заранее его уже занесли сюда. Если есть договор, заполняете. А потом идете, расшифровка платежа. Ну, вручную, то есть, он заполняется вручную. Видите, она заполнила сразу. КФО, здесь не так сложно заполнять. КПС выбрали вашу деятельность, и как то, что он будет покупать. Материальные ценности. Ну, вторую строчку я удалю. А потом идете, то есть, именно, говорите, провести обязательно, можно сказать, сразу и оплачено. И идете, бухгалтерские операции. И выбираете, здесь появится ваша строчка. Если строчки нет, как вот, то есть, ошибку вам скажу, у вас просто в абордере не заполнен счет. Потому что она вам не подскажет, что вы его не заполнили. Поэтому всегда помните, если вы зашли в бухгалтерские операции, типовой нет, значит, нужно вернуться в счет выбрать. Сказать, сформировать проводки. Она, видите, мне так вот ошибки выдавать будет, то есть, превышает остаток. То есть, у нас с вами, ну, это ничего страшного, сейчас мы проверим, чтобы она ничего не обнулила, то есть, информацию. И идем в дополнительный реквизит. И выбираем наш счет. Ну, сейчас она должна, то есть, нам что-то заполнить. Здесь вот указан остаток, задолженности, превышение, превышение остатка. Так, ну, она заполнит просто. Здесь может быть информация, может быть, недостаточно, что я образно по этому году сделал. И она должна вам обязательно все заполнить. Информация, может быть, еще влиять будет время. Вот еще один вариант, который она применяет просто. А потом она уже, то есть, запишет вам, как документ. Ну, сейчас вот она проводки не сделала, поэтому пока с черного цвета. Здесь же, если нужно будет отчет кассира, вот он, отчет кассира, он также у нас и называется. Заходите, когда говорите, создать отчет кассира 52Н. И она вам с вами его заполнит. Устанавливаете дату, говорите, обновить. Ну, у меня сейчас не будет. Вот видите, то есть, пять тысяч появилось здесь. И вот он уже готовый, если используете кассу. Это с точки зрения кассы. Если нужны материальные запасы, идем в материальные запасы. Все приобретения через поступление МЗМ. И говорите, создать. Заполняйте все реквизиты. Единственное, то есть, вот как подсказку, если у вас фактические затраты идут, тогда, то есть, не забывайте, бухгалтерских операций, то есть, конкретно, когда убираете типовую операцию, допустим, поступление по договорам, она вам заполняет. Вот здесь дополнительные реквизиты. Внизу написано, что вы используете 106 счет. Если у вас нету доп. расходов, тогда напрямую 105. Если есть, вот здесь нужно показать ей, что у вас 106 используется. Находится это в бухгалтерских просто операциях. Ну, вот такой элемент, то есть, по материально-производственным запасам. И смотрите, какой документ вам нужно. Если вам нужны поступления, работ, услуг, значит, создаете его объект, как документ. Документы у вас будут перед глазами, вы спокойно просто их заполните. Надо посмотреть оборотно-сайдовую ведомость. Вот она у нас вверху прямо есть. Видите? Устанавливаете период. Я возьму 1 января по 31 и формируете. Мешают настройки, можно убрать. Можно сделать вот в таком красивом цвете. Это называется оформление. И какой цвет вам нужен, то есть вы можете его использовать для себя. Ну, в группе я всегда просто им показываю. А так, в показателях вам нужно показатели, сумма обязательно, забалансовые бухгалтерские операции обязательно, группировка, подключаете все, то есть, необходимые элементы, субсчета, и КФО. Может, вот сейчас я убираю вот эти строчки, вот сейчас, обратите внимание. Моя табличка сразу изменится. И она станет, то есть, намного меньше. Видите, то есть, настройки нажали, вот она построится вот таким образом. Если вы добавляете, то есть, вашу группировку, она увеличится. Зависит, какую информацию аналитики вам нужны. Нужны отборы, пошли в отборы, добавили, какой отбор нужно. И дополнительные. Поэтому всегда можно любой отчет вам весь построить, и то есть, всегда будет наглядно видно. Самое главное, на правильное заполнение. И последнее вот заключение. Основные средства, когда вы заносите, вот вы сделали покупку, у меня не занесено здесь, поступление ОСНМА. Вы используете вот этот элемент, когда вы принимаете на учет создание, на основании. И здесь есть принятие на учет. И на основании покупки она попадет просто в ваш помощник. И вы будете просто его использовать для себя. Поэтому в этом плане да. Нужна отчетность, тогда учет и отчетность. Заходите, то есть, вверху у вас журнал операции, можете вот посмотреть, где он находится. И здесь же 1С отчетность. Но в курсе, то есть, бухгалтерская отчетность в программе 1С государственного, она исключена. Здесь ее нету. Вам нужно ее просто загрузить. Загрузить ее нужно отчет. Именно, то есть, сайта. Казначейство.ру, то есть, вы будете просто его использовать. Тогда он будет здесь. А если я сейчас создам, здесь только, сейчас в базовой программе, только налоговая отчетность. И поэтому, как бы, на курсе вы не сможете посмотреть бюджетную отчетность. Это нужно дополнение купить, бюджетную отчетность в 1С. Видите, здесь есть только налоговая, статистика, прочее. Здесь все файлы связаны с налогообложением. Они все включаются. Видите, статистика. А бюджетная у нас с вами здесь, она отсутствует в базе, базовой. Нужно ее дополнить мини-программы 1С бюджетная отчетность. Ну, и в заключение просто еще покажу. То есть, если вам хочется работать в тройке, а не в обновленной редакции 2.0, можно сделать один элемент. Вот смотрите, здесь главное меню, есть сервис. Это называется параметры. Видите, здесь два варианта. Вот сейчас это называется форма в закладках. Можно ее превратить в такси и перезапустить, сказать, завершить работу. И она сейчас вам откроет именно форму, связанную с такси. Если вам она ближе, особенно кто перешел из рыночной экономики именно в 1С государственного учреждения, то есть, вот сейчас она загрузит, то есть, вы увидите, то есть, привычная форма в желтом цвете, то есть, именно такси, она заложена просто в одной программе. Ну, а само, то есть, попробовать можно, конечно, допустим, на курсе. Видите, то есть, она как построена. Вот она на вашей такси. И вы идете просто по разделам и используете для себя. То есть, кто как привык. Можно в предыдущих версиях ее использовать как 3.0, а можно просто в самой редакции 3, то есть, именно 3.0. То есть, потому что в основном это заложено уже в базе. Если не нравится, значит, возвращайтесь обратно. Вот она сейчас немножко зарисла уже. Вот главное меню, также сервис, параметры, если вам не нравится, и формы закладки. И перезапустить, скажите, завершите, она вернется именно в вашу форму, именно, то есть, обновленная редакция 2.0. Ну, на этом я завершаю, но я вас приглашаю, вы не забывайте, единственная группа, это только 13 февраля будет. Больше групп не будет, точного, а все будет в открытом обучении. В открытом обучении я вас приглашаю 3.0 и 15.0. А так можно по сайте, то есть, очень хорошо посмотреть. Ну, всем мне приятно было, то есть, всех, то есть, вас здесь увидеть, то есть, на экране, в аудитории, кто был, то есть, и все-таки приглашаю просто на курсе. Продолжение следует... Продолжение следует...